Итак, дорогие друзья, мы опять на сайте spb-tut.ru Не удивляйтесь, если вы посмотрите вверху Это будет вот так То вы увидите школу практического программирования Django плюс Python плюс Django Framework Да, Django мы уделяем очень много времени Но все-таки я не оставляю вторую цель Это Python переосмысление Понятно, что для новичков есть отдельный ресурс Где мы знакомимся с языком Python И вот что я скажу, дорогие друзья Спорить бесполезно, все на личном опыте Например, я всегда говорил, что Лутцом можно пользоваться только как справочником Потому что большинство людей приходит в школу и говорит Вот я читал Лутца, засыпал, ничего не понял Абсолютно верно Язык надо изучать так, чтобы это было интересно Это было живо Но сейчас мы не будем отвлекаться А вернемся к нашему курсу А сегодня мы рассматриваем курс Это, я бы назвал, понятное объектно-ориентированное программирование для каждого Да, вроде класса, атрибуты, методы проектирования При этом до этого мы изучали абстракция Виды абстракция, сас, агрегация, композиция Мы вроде учили Действительно я писал без этого Нельзя написать ни серьезную игру, ничего Потому что мы не сможем для себя определить жизнь объекта Казалось бы, вот оно, круто, уже знаем Но в этом уроке я вас подвожу опять в тупик Знаете, какую я цель перед собой ставил? Я тоже несколько лет назад читал Лутца Давал уроки, близкие к Лутцу То есть по объектно-ориентированному программированию И вот на сегодняшний день я понимаю Лутца ругать нельзя, он профессионал высокого класса Он ставил целью показать Вот кот, вот так делается класс В конце концов человек вот проходит и думает Ну, хорошо, класса для Джанго этого в принципе хватит Но, когда человек садится и начинает думать Вот я бы хотел программировать в стиле объектно-ориентированного программирования И оказывается, он приходит в тупик Он не умеет думать Он не понимает Я не понимал, ребят Он не понимает, мы не понимаем А как вообще должно происходить? А как думать этим ООП? Ведь сначала идет мысль Потом под эту мысль мы пишем код Я бы точнее сказал Сначала идет мысль Потом мы проектируем Вопрос еще надо научиться проектировать классы Понять, что в классах друг с другом взаимодействуют И совершенно определенно В каждом курсе я вас подвожу к тупику В данном курсе опять тупик Да, мы разобрались с такими вещами и страшными словами Которые оказались простые на практике Ассоциация, агрегация, композиция Это все виды абстракций При этом новичок сейчас будет слушать Конечно, для него непонятно Может быть Потому что, например, ту же абстракцию Мы можем представлять Чуть ли не так, что глядя на звезды Что-то абстрактное Далеко, но пощупать нельзя А в Python, в ООП абстракция Это наоборот соединение с мелочами И в Django этот принцип используется Австрактные классы И вы будете это использовать Но об этом курсе Итак, мы с вами Пытались Учиться дальше Проектировать То есть Расписывали схемы Игры в шахматы Поэтапно учились Как вообще расписывать процессы Откуда и рождаются классы Прикидывать уже А что у нас будет атрибутом Что будет методом Кстати Я здесь засомневался Потому что действительно Я встречал людей Ну пишут Пишут код А что является атрибутом Что методом А что отличает атрибут от метода А ведь с этим работать И я все-таки, ребят Читайте Читайте Здесь написано ООП Переосмысление Для новичков Курс здесь Здесь Я уже даю курс Для тех людей Которые пописали Наржанга Уже первые навыки С классовой Имеет И теперь Вот Представляете Это То же самое Что Читать Учебник пятого класса Там в десятом Да Читаешь в десятом классе Думаешь Да, действительно Вот это так А я туда и не обратил внимания Так вот В этом курсе Да Мне не стыдно Сказать Что Мы опять Сели За парту Первоклассника И Если надо было В этом моменте Мы опять Четко начали С самых азов Классы Но теперь Посмотрели по другому И все равно Я вас привел В тупик И вот Тупик Довольно простой Мы с вами Рисовали Рисовали Схемы Но потом Все таки Вот представьте Пешка Пешка Кажется Ну Напишем Класс Пешка В принципе Наверное Это и бросилось Бо в глаза Пешка Написать Класс И было бы Просто Ребят А не получится Вы всю жизнь Будете Игру писать По одной Простой Причине Что Ситуации На доске Будет Тысячи И что Каждую ситуацию Вы будете Описывать Поэтому Каждый курс Это переход К чему-то Новому Который Отвечает Двум простым Аспектам Это Какой код Мы будем Использовать И Выход На новый Уровень Мышления Поэтому Данный курс Он очень важен Важно В нем Что Важно Переосмыслить Такие вещи Вообще Что такое Классы Из чего Они состоят Что такое Методы Что такое Атрибуты Что отличает Атрибуты От методов Как Классы Взаимодействуют Между собой Подтянуть Переосмыслить Проектирование Классов Чтобы У вас Рисунок Один Схема Два И в конце Косов Родился Класс И вы Начали Реально Думать Вот это Цвет Фигуры Это у меня Будет Атрибутом Ход Фигуры Вот тут Тупик Ребята Это мы будем Изучать В следующем Курсе По одной Простой Причине Потому что Нелогично В классе Пешка Прописывать Все ходы Пешки Это Это было бы Совершенно Запутано Хотя Как говорится Пробовать Можно Все Это нормально Мы Пришли К тому Что нам Нужен Некий Мини Интеллект Который Мы будем Рассматривать В следующем Курсе И в Python Это возможно Благодаря Такой Вещи Как Полиморфизм И Переопределение Класса Как я Говорил В следующем Курсе Мы С вами Создадим Класс Который Вообще Ничего Не будет Делать Он Просто Будет Знать Как ходит Пешка Как ходит Ферзь Будем Писать Некий Думать Об этом Классе Как просто О Неком Мини Интеллекте А Интересно Получается А этот Класс У нас Видите Может Иметь Что Обозначает Фигура И просто Ход То есть Насколько Упрощается Задача Что Этот Класс Пешка Он Умеет Ходить А вот Определять Как Будет Ходить Пешка Это Будет Совершенно Другой Класс Ну Об этом Позже Сейчас Вы понимаете Что Данный Класс То есть Данный Курс Важен Как И Предыдущие Все Потому что Все идет Очень Последовательно Я Описал Цели Которые Надо Четко Представить Себе Здесь Есть И Код И Видеокурс И Все Таки Я вас Прошу Не Постесняться А Сделать Самое Простое Пройти Классы С нуля Я вам Дал Что Надо На данном Этапе Не Надо Стесняться Важно Переосмыслить Потому Что Мы Стремимся К тому Чтобы Чтобы Вот Чтобы Схема Построения Классов У вас Рождалась Мгновенно Поэтапно Да Сейчас Эти этапы Нам приходится Рассматривать Но ведь Это В голове Может происходить За секунды Когда ты Знаешь Что Строить Мы Рассмотрели Ситуацию С пешкой Да С кучей Ходов Но ведь Это Вполне Жизненная Ситуация Представьте Любой Производственный Процесс Там Тоже Будет Тысяча Мелочей Представьте Работу Коллектива Любого Там Тоже Разные Люди Они Делают Что-то Разное И Тысяча Мелочей То есть Этот Метод Мышления Подходит Для Реального Программирования ВООП А ведь Мы Озвучивали Наша Цель Научиться Мыслить ВООП Научиться Проектировать Научиться Писать Код Правильно При этом Самые Сложные Вещи Вот Этому Мы И Учимся От Себя Скажу Что Важно Было Когда Мы Изучаем ООП Для Нас Открывается Вот Именно ООП Как Способ Мышления Для Нас Открывается Совершенно Новый Мир Во Первых В Django Где Свой Мереща Свои Классы Уже Все Написано Мы Сможем Намного Мощнее Применять Django И Писать Более Крутые Вещи Во Вторых Мы Очень Серьезно Занимаемся Если Назад Нажать Еще Python For Android В Python For Android Своих Заготовленных Классов Очень Много Видите Везде Классы Везде Классы Но Там От нас Многое Зависит Поэтому Очень Важно Понимать ООП Именно На Высоком Уровне И Теперь Изучив ООП Именно В объеме Мышления Проектирования Программирования Тогда Действительно Вы Сможете Наверное Пользоваться Лутсом ООП Просто Если Подзабыли Посмотрев Некие Вещи Потому Что Читать Лутса Бесполезно Как Способ Мышления Там Ничего Об этом Нет Там Есть Чистый Код Это Делается Так Только Вопрос Зачем Там Утекает Его Нет Да Я Сказал Ни В коем Случа Не Буду Обсуждать Лутса Лутс Обучение Но Если Он Описывал Все Все То Это Был Б Многотомник А Его Задача Была Познакомить Вот Класс Делается Так На самом Деле Я Тоже Изучал Лутс Как Я Говорил И Пришел В Тупик В Какой Тупик Я Понял Что Ну Да Ну Класс А Мысли То Как Класс Зачем Мне Это Зачем Мне То Зачем Мне Здесь Для Чего Я Буду Применять Вот Моя Задача Вытянуть Все Это Наружу И Тогда Любой Учебник Для Вас Станет Родным Вы Просто Будете С него Брать Некие Куски Кода И Применять Сразу Хотя И Здесь Мы Будем Это Рассматривать Понимаете Зачем Вообще Школа Построена И Я Привык Мыслить Если Я Не знаю Зачем То Какой Смысл Как Всегда Проще Найти Потому Что Когда Мы Рассматриваем Курс Мы Видим Что Путей Решений Много Как Всегда Можно Найти Где-то Вопрос Только Угла Зрения Мы Смотрим То Ли Мы Хотим Скорость Увеличить То Ли Мы Хотим Себе Комфортнее Сделать Меньше Писать Кода И Вообще Я Очень Рекомендую Изучать И Джанго И Андроид Ну Почему У меня Есть Железная Причина На Которую Я Сам Чуть Не Осекся Когда Мы Начинаем Изучать Чисто Джанго Мы Начинаем Забывать Чистый Пайтон Мы Начинаем Путать Потому Что Джанго Это Мирище Это Не Мир Это Мирище Который Имеет Отличную Документацию Который Имеет Огромное Количество Классов Веб На все Случаи Жизни Который Имеет Дополнительно Там Более Четырех Тысяч Библиотек То есть И Начинает Происходить Фреймворка Зависимость Страшная Вещь Когда Ты В принципе Понимаешь Что В Джанго Ты Понимаешь Садишься За Пайтон Ты Уже Ничего Не Понимаешь Я Разные знаем Kiwi. И это нам дает понять возможность, что все библиотеки Python написаны таким образом. То есть есть некие классы, наше дело разобраться, что мы хотим, что делают эти классы. И то есть писать абсолютно любой библиотеке. А вот понимание ООП нам дает возможность написать абсолютно любой продукт на абсолютно любой платформе Python. Вот это уже круто. При этом, вы знаете, я говорил в том курсе, вот к чему мы идем в ООП. Вот опять, не терплю, когда вот есть обучение, идут куда-то. Я четко определил, что есть цели Python переосмысления. первое. Изучить, научиться мыслить категориями ООП. Их мы добавляем, добавляем, но они все довольно несложные, когда понимаешь. сначала надо понимать, потом уже брать код. Наследование, инкапсуляция, методы переопределения, экземпляры, абстракция, вот мы как раз закончили ассоциацию, агрегация, композиция, полиморфизм, контейнер, метаклассы. О, наконец-то. Так вот, второе. Научиться проектировать классы, думать классами, чтобы сначала нарисовал, подумал, а вот, ну, например, фигура имеет цвет. Значит, ну, цвет я сделаю, скорее всего, этим. Вылетел из головы, так говорил, ладно, сейчас вспомню. Цвет я сделаю атрибутом. Потом начал прикидывать, а что будет делать у меня та или иная фигура или тот, и значит, как я назову этот класс. А буду ли я писать суперкласс? А что будет включать суперкласс? То есть, класс, от которого будет наследоваться. А что будет? То есть, начать думать, размышлять. Когда приходится размышление, да, а знаете, в чем здесь это окончание той мысли? Просто хоть я прервал, да, знаете, в чем здесь самый сок. Да, возможно, вы с первого раза не попадете в точку, но вопрос, умея так думать, рано или поздно вы найдете лучший выход, потому что потом вы начнете работать над созданием класса, потом вы начнете работать над кодом, сначала вы сделаете, допустим, возьмете какие-то методы, одни типы данных, потом вы подумаете, стоп, мне надо, чтобы быстрее работало. Но, имея вот этот арсенал знаний, вы начинаете думать. Но, все-таки я не раз говорил, наверное, вот проговариваю уже не в первом видео, в ООП должен быть некий высший потолок. и он есть. Это мета-классы. Это крутость Python, мета-классы. Суть их очень проста, и мы к этому будем стремиться. Мета-классы это классы, которые динамически создают новые классы. Вот к этому надо стремиться. Согласитесь, когда вы будете писать игру, программу, и у вас будет не только супер-классы, или классы, от которых что-то наследуется, у вас будут расписаны все фигуры. Но будет очень круто, когда вы напишите классы, которые смогут динамически реагировать на любые ситуации, и создавать новые классы уже в процессе применения программы. Вот к этому надо стремиться. И поэтому это стоит, это, для этого стоит изучать ООП. И тогда действительно любой, любой, любая сложность для вас, значит, для нас в школе будет совершенно простой, простой вещью. Где найти сайт школы, наверное, понятно. spb-tut.ru Обычно ребята изучают и джанго, и гиви. В большинстве своем нажимаем еще Python for Android. И уже если начал говорить, то в школе есть очень важные вещи, и о чем мы заостряем внимание. И это есть на каждом курсе. Это система продаж. В принципе, продажа вообще моя основная профессия. 16 лет, которой я занимаюсь. Потому что наша задача не только написать продукт, но и продать. Я тут готовлю некоторые секреты. Сейчас пока не буду говорить, чтобы легче было все это дело запомнить. Ладненько. Начали, грубо говоря, за один курс и затронули все ООП. Наверное, это и правильно, чтобы человек, который смотрит только данный урок, он уже будет как-то немножко по-другому настроен и немножко другое понимание. Спасибо! Продолжение следует...